190 лет назад в столице Российской империи Санкт-Петербурге произошло восстание дворян военных, которых стали называть декабристами. Восстание потерпело крах, но осталось в истории страны, как первая попытка представителей правящего класса восстать против крепостного права и абсолютизма, тем самым дав толчок для дальнейшего развития реформаторского движения в России. За свержением восставших последовали массовые аресты. 579 человек были привлечены к следствию. Причастными к заговору были признаны 269 человек, 131 из которых признали виновными. К смертной казни были приговорены 5 наиболее крупных деятелей восстания. К каторге и ссылке в Сибирь были приговорены 126 декабристов. Все они были лишены воинских и дворянских званий. В памятный день представители общественности побывали в парке имени 40-летия Победы, где установлен памятник декабристу Тютчеву, жившему и умершему в сибирской ссылке. В Курагинском краеведческом музее и в районном архиве есть множество свидетельств тех событий. Двое декабристов оставили память о себе в нашем поселке. Вечная ссылка которых была заменена ссылкой на 20 лет, это Мозгалевский Николай Осипович и Тютчев Алексей Иванович. Они на вечное поселение были направлены в село Курагинское. Николай Мозгалевский пробыл здесь всего год, где-то с мая 1936 года по мая 1937 года. Затем он был направлен в село Тесинское и умер в 1839 году в селе Минусинск. Алексей же Иванович Тютчев остался здесь и жил здесь на поселении почти 20 лет. Он полгода не дожил до амнистии. Алексей Иванович женился здесь, здесь родились его пятеро детей. И поэтому по возможности мы чтим память его. К сожалению, это далекое время и не всегда получается вспомнить о нем именно таким как бы митингом, потому что живых, естественно, уже лиц нет. Но в музее хранится богатый материал по Алексею Ивановичу, потому что этим занимались благодаря, конечно, краевической работе школьников, и школьного музея, и группы поиска Дома пионеров. Ребята переписывались с архивами, с различными городами. Вот поэтому очень был собран большой материал. Плюс у нас есть книга Ватина, которая очень много написала о декабристах, нам подарил Минусинский Мартиановский музей. И мы знаем, у нас были потомки в Курагино Алексея Ивановича, его праправнук писал письмо, даже там может быть прапраправнук. Поэтому материал хранится богатый, и кто желает этим воспользоваться, посмотреть, у нас есть небольшая мини-выставка, посвященная декабристам, мы приглашаем в музей Курагино. Но сегодня нужно вспомнить о тех, кто пытался что-то изменить в нашей России. В районном архиве хранятся документы, по которым можно узнать не только о жизни декабриста Тютчева, но и о его потомках, а также о том, как на Курагинской земле увековечили память о дворянине декабристе. В селе Курагино на поселении после 10 лет каторги в 1836 году был отправлен Алексей Иванович Тютчев, память о котором сохраняется и до сих пор. Он не дожил 6 месяцев до амнистии, которая была объявлена декабристом в 1856 году и был похоронен в ограде Курагинской церкви. На территории России и в Курагино потомки бережно сохраняют память о декабристах. В 1984 году захоронение Тютчева было перенесено на новое место в парке в районном 40-летие Победы, который в то время подвергся реконструкции. И на месте захоронения был установлен новый памятник, архитектором которого является Абдрахимов, а скульптором Лукашевич. Также в Курагино в 1956 году в связи со смертью Алексея Ивановича Тютчева было присвоено имя улицы Потеряевки, имя Тютчева. В 1968 году решением Курагинского поселкового совета депутатов улице поселка Курагина было присвоено имя также декабристов. Благодарные курагинцы помнят и чтят имя Алексея Ивановича Тютчева. Курагинские пионеры в 1984 году под руководством Фриды Александровны Дерхо, это был клуб «Поиск», собрали много материалов о декабристе Тютчеве, которые на сегодняшний день хранятся в Курагинском районном краеведческом музее. Алексей Иванович Тютчев в период своего проживания в Курагино женился гражданским браком на жительнице села Курагино Жибиновой Екатерине Петровне. В гражданском браке у них было пять детей, которые носили фамилию Жибиновых, поскольку Тютчев не желал видеть их крепостными детьми декабриста, государственного преступника, а пусть, говорил он, они будут вольными сибириками. К сожалению, потомки Тютчева тоже уже при советской власти были подвергнуты репрессии. Его сын Алексей Алексеевич и внук Илья Алексеевич были раскулачены и высланы на Чулым в результате репрессии. Об этом имеются документы в Курагинском районном архиве, которые и подтверждают данный негативный факт. В 1936 году репрессия была в отношении их изменена, и они вернулись в Курагино. На сегодняшний день на территории Курагина нами не установлено потомков Алексея Ивановича Тютчева, но знаем, что некоторые из них проживают в городе Девногорске, в Сухобузимском районе. Но, тем не менее, память об этом замечательном и удивительном человеке, как и о всех декабристах, которые пожертвовали своей жизнью во имя демократических преобразований в России, у курагинцев сохраняется и до сегодняшнего дня. Алексей Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова